Всем привет! Меня зовут Элла и сегодня мы будем выполнять с вами легкий лифтинг макияж при помощи декоративной косметики от компании Мэйтан. Поможет мне в этом сиси-крем идеальная коррекция, совершенная компактная пудра и моделирующая тушь из серии Яо Ян. Специфика лифтинг макияжа заключается в том, что с возрастом кожа становится суше и на ней начинают проступать мимические морщины. Поэтому при подготовке кожи к лифтинг макияжу ее необходимо интенсивно увлажнить. Я буду использовать достаточно плотный увлажняющий крем. Чтобы не подчеркивать естественный велье в коже, консилер я буду наносить под тональный крем и достаточно тонким слоем. В качестве тонального крема я буду использовать сиси-крем идеальная коррекция. Мало того, что он подстраивается под тон кожи и выравнивает цвет в общем, он еще обладает ухаживающими свойствами, а значит дополнительно увлажнит кожу лица. Тон я нанесу кистью, а дальше растушую спонжем. Я не сторонница использования жесткой коррекции в лифтинг макияже, чтобы не подчеркнуть естественный рельеф лица. Поэтому мы сделаем минимальную коррекцию и добавим румяна для свежести образа. Если вы, как и я, используете сухие румяна, не забывайте, что все жирные текстуры, нанесенные для этого, нужно хорошо припудрить и зафиксировать на лице. Для этого я буду использовать совершенную компактную пудру из серии Яо Ян. Для повседневного макияжа я выберу сияющий румяна пыльно-розового оттенка. Обратите внимание, что румяна я наношу не на яблочки, щек, а на надскуловую кость. Это придает образу лифтинг-эффект и свежесть. Почти чистой кистью я прохожусь по боковым поверхностям лба, кончику носа и подбородку. Добавим немного сияния с помощью хайлайтера. Нанесем его на спинку носа очень аккуратными движениями на галочку над верхней губой. У нашей модели хорошая форма бровей. Я выберу прозрачный гель, чтобы их немного подчеркнуть. Я хочу выполнить макияж в жемчужно-розовых оттенках, поэтому в качестве базы я нанесу на все подвижное веко кремовые тени. Чтобы закрепить эффект сияния, мы добавим в центр подвижного века любые персиковые или розовые блески. Чтобы создать эффект глубины, складку века и внешний уголок глаза мы проработаем матовыми тенями на полтона темнее. Если есть желание еще немного углубить взгляд, межресничное пространство по верхнему веку можно проработать темно-коричневым карандашом. Осталось добавить хайлайтер, либо любые сияющие тени светлого оттенка во внутренний уголок глаза и тушь. Я буду использовать моделирующую тушь из серии Яо Ян. Осталось добавить помаду бежевого, либо розового оттенка и наш лифтинг-макияж готов. Итак, мы с вами сделали лифтинг-макияж, выполнили минимальную коррекцию лица, все жирные текстуры наносили тонким слоем, чтобы не подчеркнуть рельеф кожи. Мы использовали CC-крем от компании Мэйтан, он подстроился идеально под тон. Мы использовали румяна в пыльно-розовом оттенке, чтобы добавить образу свежести, и вы можете с легкостью повторить этот макияж дома в любом другом цвете.